ЕГЭ 2020. Уж такая теперь у меня репутация, что я люблю девятнадцатую задачу ЕГЭ. Ну, признаюсь, действительно люблю. Много красивых, интересных задач бывает. Ну и, конечно, мне хочется быстро, оперативно разобрать. Сегодня был ЕГЭ, сейчас разберем. Сразу предупреждаю, никаких претензий по качеству не принимается. Все на коленке сляпывается. Вот в данный момент ролик полностью будет сляпан на коленке. Зато быстро и, ну, так сказать, быстро и содержательно. Итак, мне прислали три задачи. Условия были сформулированы, видимо, нечетко. Первая задача была такая. То есть, это как бы, как я понимаю, зонирование, да, там, Дальний Восток, центр и, значит, Москва с западом. Первая задача такая. Три группы чисел на доске написаны, все не пустые. Мне не сказали, что числа должны быть различные, не предупредили. И я вначале решал, как с одинаковыми, и тут было все слишком очевидно. Поэтому я предполагаю, что все-таки будут в каждой группе, по крайней мере, числа разные. Если они вообще все разные, тогда решение будет каким-то другим. Ну, давайте я, значит, и так буду решать в предположении своем дополнительном, что внутри каждой группы числа разные. Теперь с ними делают следующее. К этим дописывают справа троечку, к этим дописывают справа семерочку, а эти не меняют. Вопрос про сумму. Может ли она увеличиться в 8 раз? Может ли в 17 раз? И вообще, в какое максимальное количество раз она может увеличиться? Значит, заметим, что здесь на самом деле происходит. Происходит следующее, что вот это х3, это 10х плюс 3. y7, это, значит, 10х плюс 7, то есть все числа вот этой группы заменились на вот такие, все числа этой на вот такие, ну, а этот сохранились и остался в предыдущем. Совершенно ясно, что эти числа, сколько бы их ни было, можно собрать и оставить только одно. Ничего вообще не меняется. Их не меняли, сумма не меняется здесь, сумма не меняется здесь. Поэтому речь идет о вот таком выражении. Сумма вот таких вот плюс сумма вот таких вот плюс z делить на сумму x-итых плюс сумма y-итых плюс z. И нужно изучить, что может происходить с этим выражением. Значит, очень важное и полезное свойство дробей, положительных дробей. Если a, b и c, d различны, то вот эта дробь между значениями a делить на b и c делить на d. Вот. То есть это такое любимое правило сложения, извините, значит, вот эта дробь. Ха-ха-ха. Любимое детское правило сложения дробей. Числитель с числителем и знаменатель с знаменателем. Но вот на самом деле вот эта вот дробь, которая получается, если к числителю прибавить числитель, а к знаменателю знаменатель, она между двумя, между максимальным из них и минимальным всегда. Это вы сами докажете. Это очень полезное здесь свойство, потому что добавляя новые числа, мы как раз здесь добавляем, вот как бы, вот если взять новое число и посмотреть, какое оно дает отношение, да, 10y плюс z делить на y или 10x плюс 3 делить на x. И как меняется вот это отношение, если я сюда выпишу 10x плюс 3 и сюда x прибавлю. Ну вот. Итак, может ли увеличиться 8 раз? Ну сразу заметно, что единица заменяется на 13 и это увеличение в 13 раз. Ну там, а какие-то большие числа меняются мало. Ну поэтому там, как бы, кажется, что может. И решая вначале задачу, просто думая, что они могут быть все одинаковые, я написал, что 13x, то есть всю единицу поставил, плюс 17y плюс z делить на x плюс y плюс z равно 8. Ну и получилось диафантовое уравнение, которое имеет такое решение, как x равно 1, y равно 1, то есть тут по одному, а z вот здесь должно быть равно двойке. Ну, то есть тут как бы два числа, вот тут. Соответственно, у нас единица, единица, единица и двойка, это ответ. Например, сумма 4, а 13 плюс 17 плюс 2, это как раз 32, 8 раз больше. Пункт B. Может ли увеличиться в 17 раз? Очевидно, нет. В силу вот этого вот свойства и замечания, что с ростом числа x вот это вот отношение падает, падает, и с ростом числа y вот это отношение падает, и единственное число, которое в 17 раз увеличивается, это единица, она превращается в 17, а все остальные вообще числа будут увеличиваться в меньшее число раз, и так как нам необходимо здесь и здесь иметь хотя бы по одному числу, вот, а не только здесь, то результат будет уменьшением в меньшее, чем 17 в количестве раз всегда. Поэтому в пункте B ответ нет. В пункте C. В пункте C спрашивается, какой максимум этого, ну, как бы, во сколько максимальное количество раз может измениться это отношение, увеличиться, да? Ну, начнем с того, что вот у нас взяли по одному числу, нам обязательно взять в каждом случае по одному числу, и в силу вышесказанного вот этого вот, ясно, что максимальный коэффициент увеличения будет, если это число везде будет равно единице. Мы получим тогда вместо этого 13, 17 и 1, то есть мы достигли вот такого вот отношения, максимально ли оно или нет, зависит от того, можем ли бы прибавить теперь уже не единицу, а какое-то другое число, которое дает какое-то большее отношение. Оказывается, можем. На самом деле, вот это число, значит, оно, это отношение меньше, чем 27 вторых, поэтому, если я сюда еще напишу двоечку, у меня возникнет вот такое отношение, которое будет больше, чем то, которое здесь, в силу этой ремы. Вот. Это отношение 58 пятых, его уже увеличить не удастся, потому что все дальнейшие отношения, в том числе вот здесь 23 вторых, оно уже меньше, чем 58 пятых, очень круто, 58 пятых, меньше 23 вторых, здесь 116, а здесь 115. Ой. Меньше, больше, а, больше, 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 вот я и хочу сказать, что больше. Больше тут одна единичка, да, поэтому к нему уже не надо прибавлять 23 вторых, это будет только снижение. Поэтому максимальный коэффициент увеличения 58 пятых достигается на вот таком наборе, как 1, 2, значит, да, 1, 1, 2 и 1. Так, это был первый вариант 19-й задачи ЕГЭ. Ну, я там какие-то детали, допустим, опустил, но вы видите, как бы общий ход решения можете восстановить. Теперь пробежимся по остальным двум. Особенно у меня третья прикольная вообще. Ну, давайте, значит, второй вариант. Он такой. Написано некоторое количество чисел, но тут уже явно различных, иначе просто совсем все очевидно, которые все делятся, вот эти все числа, они делятся на 3 и оканчиваются, о, какой фломастер классный, на 8. Тоже где-то в закромах отрыт. Вот, они делятся на 3 и оканчиваются на 8. И спрашивается про их сумму. Может ли она быть равна 264, может ли она быть равна 360, и последний вопрос про то, про то, что можно сказать про n, если сумма равна 1278, чему равно, может быть, равно n. Ну, или другой вопрос, тут задается вроде как, при каком максимальном различном количестве этих n, да, возможно, такая сумма, да, то есть, какие варианты есть для количества чисел, чтобы сумма получилась такой. Вот, ну, собственно, здесь ключевое соображение стоит в том, что если число делится на 3, а оканчивается на 8, это значит, оно дает остаток 0 при делении на 3, и 8 при делении на 10, и согласно китайской теореме об остатках, это единственный вариант при делении на 30. Какой? Ну, понятно, что вариант будет 18, можно его просто угадать. То есть, при делении на 30 число дает остаток 18. Все эти числа имеют такой вид. И если они различные, то все эти каи различные. Это уже полдела, на самом деле. Клобастер оказался не таким хорошим, как он казался вначале. Ну, и теперь поехали. Значит, полдела. Мы пишем 264, да? Может ли быть 264. А 264, значит, у нас, если взять первые несколько таких чисел, это 18, 48, 78, 108, 138, 168, да? Вот. Ну, и 264 намекает на последнюю цифру. Они здесь все восьмерки, значит, нужно взять 3 из них, потому что только так получится 4. 3х8, 24. В следующий раз нужно взять 8, и очевидно, что уже будет больше, чем 264. Ну, и 3 как-то очень легко просто подбирается. 18 плюс 78 плюс 168, это как раз 264. Ну, и как бы, вот, ну, я просто объяснил, как подбирать, да, что на самом деле нужно было выделить вот эту 24, которая идет от 3 восьмерок, и останется 240, да? Вот. Ну, и, соответственно, эти, значит, 240 у нас уже раскидываются. Это значит, что сумма вот этих каитов должна быть равна 8, 240 будет на 30, 30, значит, на сумму каитов равна 240. Ну, и подобрать, ну, 3 разных числа, которые в сумме дают 8, несложно. Здесь это 0, да? 0 на 30 плюс 18. Здесь это 2, там, на 30 плюс 18. Здесь это 5, да? На 30 плюс 18. Почему я сказал, что будет 8 сумма? Сейчас, момент, момент, момент. я вообще правильно сказал, 168 плюс 78. А! Елунда! Ошибся. 18 надо взять трижды, это 54. 18 трижды, вот оно, 18 на 3, простите, плюс 210. И теперь ясно, что вот как раз 30 каитов в сумме дают 210, то есть сумма каитов должна быть равна 7, это как раз 0, 2, 5. Ну, и пункт А решен. Значит, пункт Б может ли быть 360? Здесь ответа опять нет, как и в предыдущей задаче. Дело в том, что 360 это минимум 5 таких чисел, потому что в конце 0, только если 5, 5,8, 5,8, 40, до этого 0 не бывает. И раз так, то, значит, мы берем даже первые вот эти 5 и уже вылетаем за предел 360, если я все правильно здесь посчитал, вот, то получается, что ответ нет. Слишком быстро они растут. Ну, и последняя задача вообще клевая. Мы сразу записываем 1278 равно 30 сумма от и равно единице до n каи плюс 18n. И это есть равенство. Нужно в этом равенстве, это я вот сложил n чисел такого рода, и эти каиты все должны быть различные, их должно быть n, и n должно быть максимально возможным. Это очень клевая задача. делим на 18, получаем следующее, 71 равно 5 третьих суммы каитых от единицы до n, не бойтесь, как бы нам, мы помним, что это должно быть целое, плюс n. Что из этого следует? Первым делом из этого следует, что сумма каитых делится на 3, запомним этот факт. Кроме того, из этого следует, что 71 минус n делится на 5, потому что вот эта пятерка никуда иначе не денется. 3 и 5 взаимно просто. Поэтому 71 минус n делится на 5, а сумма каитых делится на 3. Ну и кроме того, вот это соотношение. Теперь внимание. 71 минус n делится на 5, при n равно 1, но это совсем уж просто, при n равно 6 и 11. При 11 уже ничего не выйдет, потому что это сумма различных чисел от 0 до 10, даже различных чисел от 0 до 10, а эта сумма не меньше, чем сумма различных чисел от 0 до 10, будучи умноженной на 5 третьих и с прибавлением 11 уже зашкаливает за 71. Поэтому ответ 6, а конкретный пример можно нащупать руками. Вот, конкретный пример нащупывается руками, ну, в общем, а, ну вот он, да, вот, что-нибудь сотру, вот здесь его напишу. И перейду к третьей задаче, ЕГЭ. Так, конкретный пример получился вот таким, если я не ошибся, 1848, а 78 108, 138, и 888 внезапно. Примерно, а N равно 6. Вуаля! Третья задача, смотрите, на доске написаны единицы в некотором количестве N. N единиц написаны на доске. Вот. А дальше озорной мальчик стал вставлять плюсы в некоторых местах. Ну и как бы вместо такого длинного-длинного числа N символов, то есть N значного числа из одних единиц, получилась сумма каких-то групп единиц. И известно, что она равна 132. Пункт А. Может ли быть 60 единиц в начале? Пункт Б. Может ли быть 80 единиц в начале? А пункт С. Все варианты количества единиц, при которых получилось 132 найти. При которых могло получиться 132. Значит, ну смотрите, начнем с того, что если было 60, значит, пункт А 60, пункт Б 80, а уже пункт В это все варианты. Значит, и при 60, и при 80 мы не можем здесь позволить себе ни одной группы вида 111 или больше количества единиц подряд, потому что сумма уже заведомо зашкалит. Если мы выделили группу 111, то даже просто перечисленные остальные единицы это уже сильно больше 132. Раз так, то мы обязаны их поделить на группы, где есть единицы и числа 11. Ну и тут от порядка слагаемых ничего не меняется, поэтому 11х плюс у единиц должно быть равно 60 или 80. А какое условие? На такую группу 2 единицы тратится, на такую группу одна. Поэтому условие, что это равно, ой, простите, наоборот, ровно наоборот, 60, 80 внизу. Эта сумма должна быть равна 132, а количество единиц равно 60 или 80. Вычитаем, получаем 9х равно 132 минус 60 132 минус 80. Иными словами, вот это число должно делиться на 9. В этом случае оно на 9 не делится, поэтому в пункте В ответ нет. В пункте А это число равно 72, оно прекрасно делится на 9, равно 8. Поэтому должно быть 8 групп по 11. Итого 11 плюс 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 11. Все остальные пойдут отдельными единицами, их будет 44. Вот, 44 плюс 16 использованных единиц действительно равно 60, а 44 плюс 88, это сколько здесь просуммировалось, равно 132. В пункте А ответ да. Прекрасно, переходим к самому интересному пункту, пункту В. Сколько решений у такого уравнения относительно n? Итак, нам нужно представить 132, да, извините, это еще не все, 132 можно еще представить некоторым количеством способов, в которых выделяется 111. При отсутствии ограничения на n это возможно. Например, 111, сколько у нас остается единиц? У нас остается 21. число, поэтому 11 уже два раза не прибавишь, поэтому либо вот так вот идут 10 единиц, либо вот так вот идет просто 21 единица, и это два варианта, в которых 111 участвует. Больше вариантов со 111 нет, и ни с какими числами длиннее, чем 11, нет. Поэтому все остальные варианты, запомнил, здесь было 2, все остальные варианты будут из решения этой системы получаться. ну и собственно теперь у нас какое у нас получается условие, ну тут вообще как бы условий, вот это мы как бы мы должны посчитать количество вариантов, фактически просто мы считаем количество решений у этого уравнения, потому что каждое решение даст новый вариант здесь. Ну что, какое решение, какое количество целых решений у этого уравнения? Ну, понятно, что x может быть просто равно 0, 1, 2 и так далее до 12, а 13 уже зашкаливает, ну вот при 12 получается вариант 11 на 12 равно 132, то есть мы просто взяли 12 групп по 11, да, вот получили соответственно какое-то значение здесь дважды 12, 24 единицы были, 12 групп по 11, да, и 12, Ну, а остальные тоже все варианты возможны для них, для каждого из этих вариантов будет свой собственный уникальный 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 то есть количество единиц оставшихся. Здесь 13 вариантов, здесь 2 ответки, 15 вариантов для количества единиц. ЕГЭ 2020 года 19 задача полностью решена. А вы, пожалуйста, друзья, после того, как вы уже знали этот ЕГЭ, переходите по ссылкам ниже этого видео, стоят ссылки на уроки 100 уроков математики в супер качестве по президентскому гранту. Переходите все лето вообще смотрите эти уроки. Вот так вот даже рекламу себя и друзей ставил. Всем хорошего хорошего лета! субтитры субтитры